Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине Давайте посмотрим где что и как было и где им навешали больше всего На сегодняшний день Итак, значит прежде всего давайте посмотрим где они атакуют Самая сложная ситуация Под Авдеевкой, где расисты уже своими телами Ну я честно, я редко такие фотографии видел Знаете только в фильмах про Вторую мировую Вот когда советские эти волей-неволей советы снимали фильмы Которых вот помните как же она называлась Они воевали за родину по-моему как-то так Фильм такой натуралистичный довольно И вот там тоже поле полностью усеяно телами И вот давно я такого не видел Вообще точнее не видел И вот сейчас на фотографии ссылочка снизу В описании к данному ролику можете пройти посмотреть Мы на телеге выставили это дело Чтобы вы посмотрели как выглядит поле Усеяное просто десятками тел расистов А Путин гонит новых Гонит новых на убой Такое впечатление что он решил аннулировать Энигилировать мужское население Сибири Дальнего Востока Ну понятно, обычно чмобиков ловят именно там Там их доводят до нищеты У них нет ни образования, ни воспитания, ни соображения Кругозор хомяка джунгарского Да, и они вот идут Они думают что они в Украине чего-то там достигнут в своей жизни В смысле ограбят кого-то, украдут унитаз Украдут женские трусы Что они там любят воровать Карандаши, скрепки, окна, батареи Стиральная машина И шлют это все богатство домой В пищу бумагу Что так они крали, мы же в курсе Женские сапоги, БУ Вот так вот, да Так вот Эту публику он шлет на убой Освобождая территории для Китая Мы об этом уже говорили тысячу раз Вот И под Авдеевку он просто делает мясорубку для своих Но нашим от этого не легче Потому что вот эти мясные атаки Они упираются в нашу оборону И конечно, когда на тебя 24-7 прут Пускай абсолютно бестолковые Но солдаты с автоматами А сзади еще танки постреливают Это непросто А сверху еще грады полетывают То это совсем не просто остановить такую орду Причем многократно превосходящую тебя по численности Это видно по этому полю как раз Замечательному Поле чудес Наши продолжают свои атаки под Бахмутом И встречные атаки без продвижения противника На Луганском направлении Что же касается на Запорожском направлении Наши у них отбили несколько позиций Район Нестерянки Район в РБВ Не совсем в РБВ Там чуть южнее Отбили у них несколько позиций Не то, что там какое-то там у наших Такое катастрофическое продвижение Но оно есть И институт изучения войны Говорит, что есть хорошее продвижение У наших на Херсонском левом бережье А теперь приступаем Непосредственно к самим потерям 740 путинских наемников Было у Кондропуплина за прошедшие сутки Общее количество путинских этих боевиков Которые были отправлены на концерт Кобзона в Украине Составляет рекордные 298 420 Это 0,02 Ну 0,03 умножьте на 3, на 4 Я не знаю Короче говоря, вместе с 0,03 и 0,02 за миллион Это уже и коню ясно Дальше Под танком 22 танка за вчерашний день Это много Вот попробуйте каждый танк Это же Это его история подбить То ли ТОУ То ли Джавелин То ли Стугна То ли просто из обычного РПГ Или СПГ-9 Из чего только их не подбивают Наши сейчас Артиллерия работает Дроны работают Все работает Да 5167 с начала российско-фашистского вторжения И 23 Схожее число 23 броневичка 9749 с начала войны Очень много Войну они начинали Имея там в запасах 3000 этих Хотел сказать грузовиков Нет конечно Броневиков Вот И все они давным-давно сгорели Потом два раза еще сгорели Тех которые им прислали на замену Вот Сейчас уже Очередные броневики Идут под нож Интересно сколько у них Еще осталось на складах Уже старые Такие идут Уже и БТР-50 Пошли в ход у них БТР-70 Уже вроде и ничего Машина считается новая БТР-60 В ходу Ну короче Все что хотите Сначала помните Были только БТР-82А Эти времена давно прошли Было уничтожено 18 артиллерийских систем Наши работают хорошо Сейчас вот Под Херсоном Дали им сдачу Потому что Ну уже они задолбали город Задолбали Херсон обстреливать Вот Несколько пушек было уничтожено Но все равно этого недостаточно 18 за вчерашний день 7180 С начала вторжения И два средства ПВО Один я точно знаю Стрела 10 Тип второго не знаю 558 С начала Российской Агрессии Дальше Было сбито 9 беспилотников Несколько было Шахедов из них Всего 5 399 И 3 крылатые ракеты Искандер Всего было запущено По нам 4 По Днепропетровской области 3 сбиты Одна залетела Не туда куда они хотели То есть Не было попаданий По критической инфраструктуре 1541 Крылатая ракета С начала Полномасштабной войны И 11 11 единиц Грузовой автотехники Всего 9524 С начала Путинского вторжения Таким образом Ребята Продолжаются сейчас Встречные бои На большинстве Участков В общем и целом Если не брать Авдеевку То с нашим преимуществом Практически Везде Ну а Авдеевку Сейчас там Самая тяжелая ситуация Не буду там Сгучать краски Командование знает Предпринимает Необходимые меры Солдаты в окопах Понимают Где что и как Ну что тут Остается только Надеяться на ЗСУ